Всем привет! Решил прикупить себе робот-пылесос, остановился на компании Xiaomi. Только приступил к сравнению разных моделей, как запутался в названиях. Например, один и тот же робот-пылесос Xiaomi Mi G1C имеет разное название. Это Xiaomi Mi G1C Sweeping Vacuum Cleaner и Mi Robot Vacuum Mop. Также имеются разные версии для внутреннего рынка Китая и для других стран. Чтобы наглядно сравнить пылесосы, всю информацию занёс в таблицу, где представлены все характеристики, особенности и их стоимость. Таблицу можно скачать по ссылке под видео. Там же указал ссылки на магазины. Пользуйтесь! В этом ролике я расскажу об основных функциях этих роботов, на что они способны и вкратце расскажу о каждом из них. Поехали! Чтобы вам было легче разобраться с представленными в таблице функциями и характеристиками, поговорим об этом поподробнее. Что такое виртуальные границы? Виртуальные границы – это функция предотвращает уборку в определенных зонах в доме. Например, загромождённые зоны или детские комнаты. В целом, эта опция удерживает робота от нежелательных областей, включается через приложение Mi Home. Для роботов-пылесосов без поддержки данной функции потребуется магнитная лента, продаётся отдельно. Зональная уборка необходима, когда вам нужно пропылесосить определенные зоны в доме. Рисуя прямоугольник на карте в приложении Mi Home, вы даёте роботу понять, где он должен поработать. Уборка по комнатам полезна, когда вы не хотите убирать весь дом, только одну или несколько комнат. При первом запуске робот создаст карту дома и поделит её на отдельные области, которые вы можете объединять или разъединять и даже называть каждую область. Это поможет роботу знать, где именно ему нужно убираться. Вы также можете запланировать работу робота в определенной комнате в определенное время. Навигация У разных моделей роботов различная навигация. Лазерный дальномер LDS LIDAR – это датчик, отвечающий за построение карты зоны уборки. Он сканирует окружение и создаёт план этажа. Благодаря этому робот-пылесос знает, где ему нужно чистить. Такое картографирование помогает роботу ориентироваться более эффективно, поскольку он не проходит по одному и тому же маршруту дважды и экономит заряд аккумулятора. Также роботы-пылесосы с LDS выполняют уборку быстрее. Визуальный датчик этой камеры сканирует ориентиры окружающего пространства, предназначен для улучшения считывания данных о всех объектах, расположенных в комнате, и создания собственной карты. Его функционал позволяет распознавать установленные межкомнатные двери и на основании этих данных условно разделять всю площадь помещения на отдельные участки, которые в дальнейшем используются техникой для обеспечения возможности выборочной обработки и собственного позиционирования в пространстве. Гироскоп и одометр. С их помощью робот высчитывает расстояние до препятствий, определяет координаты окружающих объектов. После построения виртуальной карты на основе полученных с помощью внешних устройств данных, датчиков используется алгоритм SLAM для выстраивания наиболее эффективного маршрута очистки комнаты. Помимо навигации у роботов имеются так называемые органы чувств, датчики, представленные в таблице на экране. Фильтры HEPA – это вид воздушных фильтров высокой эффективности используются во всех представленных в таблице роботов-пылесосов. Возобновление уборки после зарядки. При падении уровня заряда ниже 20% автоматика отправляет пылесос к указанной базе для подзарядки. Как только процесс восстановления энергии будет завершен, работа будет продолжена с того же места, где она остановилась. Поддержка нескольких карт. Можно хранить до трех планов этажей, что делает такой робот-пылесос пригодным для многоэтажных домов. Какой робот-пылесос Xiaomi выбрать? Xiaomi Mi Robot Первый робот-пылесос компании. Он оснащен 12-ми датчиками, в том числе и лазером LDS, который помогает составить карту помещения. Xiaomi перемещается назад-вперед, безопасно избегая препятствия, столкновения с мебелью и падения с возвышенностей. Наличие HEPA-фильтра делает уборку безопасной для аллергиков и астматиков. Благодаря процессору внутри, пользователь может отслеживать движение помощника в режиме реального времени с помощью приложения. Это помогает понять, где робот убрался, а где еще предстоит. В приложении Mi Home можно переключать режимы очистки, планировать работу в определенное время и день недели, включать, выключать, отправлять на базу и так далее. Mi Robot поддерживает уборку определенной зоны. Робот питается от литий-ионного АКБ емкостью 5200 мАч, а длительность автономной работы составляет 150 минут. За это время умный пылесос способен очистить около 250 квадратных метров, прежде чем потребуется подзарядка. Среди всего модельного ряда Mi Robot не самый способный в преодолении порогов всего 15 мм, что делает его непригодным для толстых ковров. А вот ковры с низким и средним ворсом чистят отлично. В этом помогает ему турбощетка и мощный двигатель с силой всасывания 1800 паскаль. Робот-пылесос Xiaomi Mi G1S – вторая модель в семье. У модели увеличена мощность всасывания до 2000 паскаль, чем у предыдущего пылесоса, и более умные функции. Помимо лазеря LDS, робот оснащен визуальным датчиком для более точной картографии, а также новый процессор, который быстрее строит карту помещения и помогает планировать более эффективный способ очистки. Mi G1S поддерживает те же функции, что и Mi Robot, а также поддерживает выстраивание виртуальных границ, блокируя передвижение, и добавлена опция уборки определенных комнат. Благодаря визуальному сенсору модель Mi G1S распознает комнаты, таким образом карта делится на отдельные комнаты. Когда карта создана, вы можете запланировать уборку на кухне или в спальне в определенное время. Xiaomi Mi G1S – это первый робот-пылесос в линейке, который моет и подметает. Способность к преодолению препятствий увеличилась с 15 мм до 20 мм, и теперь робот может ездить под толстым коврами и преодолевать пороги. С этим увеличили и силу всасывания до 2500 паскаль, в сравнении с предыдущими моделями. Емкость литий-ионного аккумулятора уменьшилась до 3200 мАч, а с этим и время автономной работы. Теперь устройство работает в районе 110 минут на минимальной мощности. Самое значительное обновление модели Xiaomi Mi G1S – функция влажной уборки. У робота в коробке два контейнера, один для пыли, другой для воды и пыли. Существует также вариант с полным баком для воды, который можно приобрести отдельно, если вам нужен бак для большего объема. Кроме того, он поставляется с двумя салфетками для мытья полов. Робот следует Y-образной траектории в режиме мытья. Это помогает более эффективно оттирать пылы от грязи. Mi G1S имеет три уровня контроля подачи воды для разного типа напольного покрытия. Приложение Mi Home поддерживает виртуальные границы, зонную уборку, а также уборку помещений. Каждая опция может быть запланирована на работу устройства по времени в определенной комнате. Xiaomi Mi G1C – это новейший бюджетный робот-пылесос, который может выполнять как сухую уборку, так и влажную. Для влажной уборки в комплекте поставляется отдельный резервуар для жидкости на 200 мл. Робот оснащен большой мусорной корзиной 600 мл, благодаря которой он идеально подходит для тех, у кого есть домашнее животное. Контейнер укомплектован HEPA-фильтром, который можно мыть. Это повышает срок службы фильтра. Модель самая мощная. Мотор обеспечивает всасывание 2500 паскаль, что звучит впечатляюще. А в сочетании со способностью преодолевать препятствия высотой 20 мм, помощник автоматически становится пригодным для глубокой чистки средних и толстых ковров. Емкость АКБ уменьшилась до 2400 мАч. Робот способен проработать до 80 минут на одной зарядке, а в случае снижения энергии автоматически отправится на подзарядку. Для ориентации и построения карты помещения, пылесос укомплектован камерой, визуальным датчиком. Отсутствие лидар оправдано высотой робота. Теперь он самый низкий в линейке – 81 мм. И способен пробираться под любую низкую мебель в комнате. Xiaomi Mijia G1 – это бюджетный робот-пылесос, так как в нем нет дорогих навигационных инструментов. В помещении ориентируется уверенно благодаря таким датчикам, как гироскоп и одометр. С их помощью робот высчитывает расстояние до препятствий, определяет координаты окружающих объектов и зарядной станции. ИК-датчики предупреждают роботизированного помощника о наличии препятствий на маршруте на расстоянии до 1 метра. Бампер-рельс фиксирует препятствия и сигнализирует о необходимости сменить направление движения. Датчики падения обнаруживают резкие перепады высоты, лестницы, обрывы и т.п. Робот более мощный, чем Mi Robot или 1S, но не такой мощный, как 1C. Модуль для влажной уборки на 200 мл позволяет регулировать мощность подачи жидкости на салфетку из микрофибры, расходуя воду в зависимости от необходимых задач. За движением робота можно наблюдать в режиме реального времени в приложении Mi Home. Робот идеально подходит для небольших домов с коврами и твердыми полами. Не подходит для ковров с высоким ворсом. Робот Vacuum Cleaner Light C102. Бюджетный робот-пылесос для сухой уборки. Он оснащен датчиками по всему корпусу, которые помогают устройству ориентироваться по дому, не сталкиваясь с мебелью и не падая с возвышенностей. Одна боковая щетка сметает пыль с углов к центру, где расположена основная щетка. Далее вместе с мощным мотором грязь засасывается в мусорный ящик. Пылесборник весьма емкий для бюджетного сегмента. Объем 640 мл. Это позволяет опустошать его от мусора реже других устройств. Мотор с силой всасывания 1600 паскаль и турбощетка, работая совместно, отлично справляется со сбором шерсти домашних животных, чисткой гладких полов и тонких ковров. Литий-ионная батарея емкостью 2600 мАч снабжает робота энергией для автономной работы на протяжении 80 минут без подзарядки. Управление прибором осуществляется через приложение Mi Home. Благодаря большим колесам пороги высотой до 2 см преодолеваются без особых трудностей. Когда батарея разряжается менее чем на 20%, робот автоматически возвращается в док-станцию для зарядки. Функции возобновления уборки с места прерывания нет, так как нет картографии. Для улучшения очистки ковровых покрытий предусмотрена опция усиления мощности на коврах. Как только робот распознает ковровое покрытие, мощность автоматически увеличивается до максимального показателя. Робот-пылесос Е202-00 выпущен в 2018 году. Разработан для сухой и влажной уборки, способен очистить любое напольное покрытие, включая ковры. Модель отличается от предыдущего устройства C102-00 Lite повышенной мощностью до 1800 паскаль. Наличием модуля для влажной протирки пола с резервуаром для воды. Укомплектован двумя гироскопическими датчиками, улучшенной навигационной системой с планированием маршрута и построением карты помещения. Roborock Sweep One S5 – это вторая модель компании. Первой была Mi Robot Vacuum Cleaner, покорившая пользователей. Sweep One – это усовершенствованная версия для сухой и влажной уборки, способная справиться с самыми сильными загрязнениями напольных покрытий и чистить ковры со средним ворсом. Используется улучшенная система навигации с лазерным дальномером и датчиками. Мощный двигатель с силой всасывания 2000 паскаль и емкая литий-ионная аккумуляторная батарея на 5200 мАч остались неизменны. Есть версия S50, выполнена в белом, и S55 в черном цвете. Roborock Sweep S6-T6 – устройство разработано для сухой и влажной уборки, которые можно выполнять одновременно. От предыдущей модели S5 отличается щетка для очистки со съемными кончиками, которую легко чистить, поскольку волосы в основном забиваются по краям. Кроме того, у новейшей щетки больше щетины, что обеспечивает лучший захват. Работает заметно тише, оснащен резервуаром для воды с переключением, который позволяет регулировать количество воды. В комплекте Roborock S6 входят две тряпки для мытья и 10 одноразовых салфеток для легкой протирки пола, которые можно после выбросить. У Roborock S5 боковая щетина выполнена из ABS-пластика, а у Roborock S6 – из силикона. Такая щетка прослужит дольше. Roborock S6 сохраняет до 4 планов этажей, а Roborock S5 сохраняет две карты с запретными зонами и без них. При включении влажной уборки S6 исключает уборку ковров. Остальные характеристики остались прежними. Мощный мотор с силой всасывания 2000 паскаль и емкая литий-ионная батарея на 2500 мАч с продолжительностью работы до 150 минут. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных видео. Субтитры подогнал «Симон»!